Добрый день! С вами Татьяна на канале Секретная жизнь на даче. Секреты жизни на даче. Сегодня мы будем обрабатывать теплицу. Много вопросов, много споров по этому делу и много вариантов. Все говорят, что серной шашкой обрабатывать теплицу нельзя. Но мы каждый год обрабатываем и здесь на ней написано конкретно, что для погребов, подвалов, парников и теплиц специально шашка сделана, чтобы убить дымовая шашка на основе серы. Убивает все микробы, все грибки, всех вредителей. В общем, очень-очень хорошо дезинфицируют теплицу. Как бы вы ее не мыли, получается, дезинфекция должна быть. Конечно, можно щадящими вариантами. Мы вот ее всю теплицу промывали из керхера под напором. Очень хорошо все промывается. Все конструкции металлические, весь поликарбонат, все промывали. Теперь зажгем шашку, обработаем этой шашкой. Хуже не будет. Наоборот, хотя у нас в теплицах не было никаких ни фитофтор, ни клещей, ничего. Но может быть даже потому, что мы каждый год обрабатываем шашкой. Землю вы можете пролить, вот мы ее уже подготовили, рассыпали здесь залу, опилки, кошачий наполнитель в туалет, песок в осени. Землю не меняем, но вот подготовку сделали, разграблили все. Земля еще промороженная, сажать еще рано. Но вот солнышко, тепло, хорошо. Землю можно пролить марганцовкой, можно пролить просто кипятком. Даже хорошо будет кипятком, она вот на полштыка только у нас разморозилась, хотя у нас грядки насыпные. Она лучше, как сказать-то, отойдет земля, разморозится. И так она, ну нам некуда спешить, у нас время еще есть, мы так рано не будем сажать. Вот, можно, вот все говорят, сделайте обработку фитоспорином. Сейчас фитоспорином обрабатывать теплицу нет никакого смысла. Фитоспорин работает, когда температура хотя бы 15-20 градусов. Даже в теплице у нас сегодня 10 градусов, вот на солнышке, все равно этого мало. Ночью будет намного ниже температура, ночью еще мороз, пусть даже 1-2 градуса у нас в Подмосковье. Но фитоспорином обработаем, когда уже высадим рассаду. И летом даже несколько раз фитоспорином обрабатывали. Ближе к осени, когда уже начинаются там дожди и сырость, и начинаются фитоспорины болеть, фитофторозом. Вот, а сегодня мы обрабатываем именно шашкой. Серной шашкой. Серная дымовая шашка, фитиль. Вот, тут написано, здоровый климат. Ваших помещений очки не взяла, прочитать вам. Но у кого... Ну ты покажи, они во всех магазинах, они в одном, они только в таком виде, других я не видела. У кого будет задача такая, цель, желание, те, значит, прочитают в магазине, в интернете. Все, в общем, найдут способы. У нас так всю жизнь обрабатывала мама в деревне, но раньше интернета не было. Я говорю, мама, откуда ты узнала? Она говорит, ни одна умная женщина сказала. Так что раньше было сарафанное радио, умные женщины, умные люди. Но все равно как-то информация распространилась. А сейчас, наверное, Ютуб является сарафанным радио. Да, а сейчас вот именно, что канал Ютуб очень познавательный. Очень познавательный. Поэтому мы решили... Я вот прочитала, что люди пишут, ой, не надо, ой, не надо. Мы делаем это многолетне. Как видите, наша теплица... Карбонат не испорчен. Карбонат не испорчен, да. Теплица уже, наверное, лет 7. 7, вторая уже 10. Тоже. Тут стоит теплица, обрабатываем. Так что не бойтесь, попробуйте. Конечно, кто не пробовал, тот не знает. И как говорить, когда ни разу не пробовал. В общем, вот попробуйте и сами будете знать, что очень даже хорошо. Никаких болезней, ничего не будет. Выставим и покажем, как это обрабатывать. Что в обработке она очень проста. А тут все написано. Тут, да, вынимается из коробочки, вставляется фитиль, фитиль поджигается. И она потихонечку тлеет и дымит. После этого, прочитайте инструкцию, нужно закрыть хотя бы на 2-3 суток. Не открывать теплицу. И пусть она здесь... Ну, конечно, она не такая герметичная. Поэтому все равно щелочки есть. И улетучивается. Вот в дверях, хоть мы их и заклеиваем, все равно щелки есть. Так что, вот вам такую информацию хотела кратенько рассказать. Всем всего доброго. У всех, чтобы получилось. Хорошие урожаи, чтобы выросли. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ран сказал пока. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Будем друзьями. Я учусь у вас, вы у меня. Все, пока. Пишите какие-то комментарии. Пока. Как у кого-то.